Привет всем гостям и всем подписчикам моего канала. Рад вас приветствовать в этот теплый солнечный день в городе Астрахань, в моем небольшом на уютном саду. Вы наверняка уже соскучились по видеороликам из моего сада и сегодня я попытаюсь вас не разочаровать. В сегодняшнем видео мы увидим, каких огромных размеров достигли плоды одной из моих колоновидных слив. Всего, как вы уже знаете, у меня 4 колоновидные сливы. Одна из них растет возле калитки. На нее основной упор я никогда не делал. Обычно я рассказывал вам вот об этой колоновидной сливе, а также вот об этой колоновидной сливе. А вот об этой колоновидной сливе я рассказывал вам намного меньше. Сегодня мы устраним этот недостаток. Эта слива самая высокая из всех 4 колоновидных слив в моем саду и сейчас я вам покажу, какие же огромные у нее клады. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как можете видеть, одна из веток склонилась на крышу дома. Дима Торзок Вот такие вот огромные плоды колоновидной сливы я вам сегодня показал и у вас наверняка возникает вопрос, каким же образом мне удалось добиться таких размеров. На данный вопрос отвечу так. Около двух недель назад я проводил глубокий полив ночью, в том числе поливал и эту колоновидную сливу. Поливал в течение двух с половиной часов. Напор был очень слабый и вода дошла до самых кончиков корней, примерно на глубину около одного метра. Это явилось причиной бурного роста плодов колоновидной сливы. Кроме того, я осуществил подкормку, дав около двух столовых ложек фертики весна-лето. Поэтому, когда вы поливаете плодовые деревья, всегда старайтесь, чтобы влага доходила до мельчайших корешков, находящихся на глубине от 80 сантиметров и ниже. Именно в этом случае дерево и получит все питательные вещества, которые ей необходимы. Возьмем для примера плоды колоновидной сливы, также трехлетки, которые у меня за спиной. Но никоим образом ее размеры нельзя сравнить с размерами той колоновидной сливы, которую я вам сегодня показал. Вот эта слива, тоже трехлетка. Про нее я выпустил очень много роликов. Да, плоды тоже немаленькие, но все-таки они по размерам уступают плодам той колоновидной сливы, о которой шла речь в нашем ролике. На этом с вами прощаюсь. В очередном своем видео я вам расскажу про другую колоновидную сливу, у которой совершенно иные плоды, другого размера и цвета. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного и полезного. Продолжение следует...